Всем привет, меня зовут Дмитрий Рогачёв, добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами пройдёмся по улице Сергия Радонежского, по которой когда-то давным-давно ходил трамвай. И в 2020 году его обещали вернуть, но так и не вернули. Давайте посмотрим на это место, на этот проект, и подумаем, действительно ли трамвай здесь нужен. А может быть, стоит его отправить на соседнюю школьную улицу? Возвращение московского трамвая на некоторые старые улицы города и строительство новых линий регулярно попадают в новостные ленты. Но между разговорами и делом разница огромна. Из последнего радует только возвращение трамвая на площадь Тверская застава, около Белорусского вокзала. До этого пути вернули к станции метро Сокол, но обещаний было ещё больше. Одно из них появилось в этом году – вернуть трамвай на улицу Сергия Радонежского. И сразу начались споры. Кто-то даже кричал на весь интернет, что здесь трамвая никогда не было. Видимо, забыли. Или не знали. Сразу углубимся в историю, но перед этим взглянем на современную карту. Улица Сергия Радонежского расположена рядом со станциями метро Площадь Ильича и Римская. Имеет длину около 600 метров и на обоих концах имеет трамвайные линии. На западном конце улицы находится Андроневская площадь, а на восточном – около метро Площадь Рогожская застава. Та же площадь отмечена на карте городских железных дорог 1908 года с указанием линии Конной железной дороги от Яузских ворот. Эта линия проходила в том числе по Вороньей улице. Так называлась улица Сергия Радонежского во времена Российской империи. Уже годом позже линия была электрифицирована во время массового и очень активного развития трамвайной сети. От Рогожской заставы пошел трамвай 23 маршрута через Кремль в Хамовнике. После открытия московского метрополитена трамвайные линии из центра города убирали. Прострадала от этого и Тулинская улица. Это советское название нашей улицы. Тулин – один из псевдонимов Владимира Ильича Ленина. 26 июня 1952 года трамвай перенесли на соседнюю Школьную улицу. По нему пошел второй маршрут – от площади Дзержинского до Первого поля, позже сокращенный до Курского вокзала и продленный на другом конце – до улицы Молостовых. В 1980 году и на Школьный трамвай не стало. Именно сюда, на Школьную улицу, много лет предлагалось вернуть трамвай. Аргументы простые. Долгое время улица была просто парковкой с домами в плохом состоянии, а реконструкции улицы так и не было. В 2019 году автомобилистов отсюда прогнали, и улица стала красивой. Казалось бы, все. Автомобильное лобби другую улицу не отдаст. При этом отношение к трамваю в целом улучшалось. Новые трамваи делают свое дело. Обособление путей увеличивает скорость. Не без проблем, но ситуация по чуть-чуть улучшается. И тут, как снег на голову, в Москве вернут трамвай на улицу Сергия Радонежского. Официально. И это заявление было сделано не до кризиса, а в апреле, когда уже было хреново. Идея хорошая – заняться крупным проектом во время ограничений и долгого выхода из кризиса. Открыть, допустим, к дню города. Возможно, да. Но ВОЗ и ныне там. Возможно, линия будет построена в следующем году. Мы же сейчас пройдемся по этому маршруту. Объявлено, что будет построено 800 метров путей. Начнется все на Андерневской площади. Здесь уже есть трамвайный треугольник, но к нему нужно подключить четвертое направление. Скорее всего, здесь будет некоторая переделка трамвайных путей, но это решать специалистам. Мы с вами пойдем с северной стороны улицы, около нечетных домов. Трамвай будет проходить около них. Здесь сначала современный дом с основой из чего-то старого. По странным описаниям из сети я понял, что к этой постройке есть много претензий, но выглядит неплохо. Мы видим пять полос движения навстречу и современные типовые дома на противоположной стороне. По современным нормам трамвай не может проходить ближе 20 метров к жилому дому, что здесь и не нужно. Местным жителям ничего не помешает. С нашей же стороны не жилые помещения, значит норматив 2,8 метра. Как раз ширина нормального тротуара. Прогуливаясь здесь, замечаю, что сам давно не ходил пешком в окрестностях. Очень приятный сквер стал еще приятнее. Хорошо, что этот небольшой зеленый участок не ушел кому-то под застройку. И здесь же рядом видим автобусную остановку. Маршрутов немало, когда-то к ним может прибавиться трамвай. Дальше начинается целый ряд зданий, построенных в 19 веке. Что-то раньше, что-то позже, что-то перестраивалось. Почти на всех можно увидеть таблички об охране государством, где-то подробности о строении. Общий вид этих построек сейчас не впечатляет. Я абсолютно не против их коммерческого назначения. Любой магазин может быть в любом здании, но свисающие провода, местами изуродованные окна и старые элементы оформления с новым, черт знает чем, выглядят совсем не привлекательно. В Москве уже есть примеры и наведения порядка с многочисленными вывесками, и приведения в порядок фасадов старых домов. Соседнюю школьную ругали за качество, но что у нас сейчас не ругают. В любом случае, строительство путей можно совместить со всей реконструкцией улицы. Можно еще пофантазировать про дизайн остановки трамвая под старину, но это уже фантазия на заданную тему. Я не историк и не архитектор, говорю лишь свое мнение. И вот мое мнение. Около метро площадь Ильича трамвайные пути тоже придется переделать. Здесь они пересекают проезжую часть под углом, к которому подъезжают после небольшой петли. Это ускоряет движение трамвая, но в случае запуска трамваев в новом направлении, стоящие на поворот будут тормозить все движение. Здесь достаточно места, чтобы заранее добавить стрелку и немного третьего пути. Желательно сделать это еще до остановки. На Рогожский вал поворачивают три маршрута трамвая, а по улице Сергия Радонежского поедет один. Какой номер будет у этого маршрута? Неизвестно. Трамвай номер два сейчас ходит в метрогородке и Богородском. Отбирать номер смысла нет, зато маршрут подразумевается хороший. От Курского вокзала по улице Сергия Радонежского, шоссе энтузиастов в Новогиреево. Слухи утверждали, что он должен стать основным на этих участках и иметь небольшой интервал движения. Было бы хорошо, но тогда придется и на конечных поработать. Например, у Курского вокзала всего два пути, а новый большой маршрут создаст помехи другим. Но этот вопрос можно решить, стоит только захотеть. А чего я хочу? Чтобы и на улицу Молостовых трамвай вернули, и продлили, и чтобы вы подписались на канал. Алгоритмом Ютуба это важно для продвижения всего контента. Не забывайте писать в комментариях свое мнение. Хотите вы, чтобы эта трамвайная линия была восстановлена или нет, и будете ли вы ей пользоваться? На этом на сегодня все. Спасибо за внимание. Спасибо тем, кто продолжает поддерживать мой канал. Ссылка, как всегда, в описании под видео. До новых встреч. Пока.